Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Очень рада вас приветствовать! Так, сейчас, 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 трейлер у меня тут идёт, вижу, вижу, вижу. Вот, 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 здравствуйте, здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Очень рада вас приветствовать! Сейчас запущу ещё инстаграмчик, раз. Да, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Очень рада вас приветствовать и надеюсь меня хорошо видно или слышно. Если это так, начинайте делиться вы откуда вообще меня видите, из какого города. Всем привет из Киева, отлично, Лариса. Я тоже вас сегодня приветствую из Киева. Круто, 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 классненько. Хорошо, друзья, мы сегодня с вами встретились, потому что у нас воскресенье и 12.00 по Москве. А всегда воскресенье в 12.00 по Москве мы встречаемся, потому что процесс молодости, здоровья, красоты требует большого количества информации, выверенной информации, большого количества, как бы это сказать, внимания к себе и главной системы. И у нас с вами система, представляете, как выглядит наша с вами система. Система это мы каждое воскресенье в 12.00 обсуждаем какую-то новую тему. И сегодня тема по интервальному голоданию. Не самая моя любимая тема, но я сегодня выскажу свое мнение на этот счет. Я так думаю и надеюсь, что вы со мной согласитесь. Вот, может быть, вы со мной будете не согласны. Самара, Одесса, Австрия, Германия, Москва. Новокузнецк, Кузбасс, отлично, боже, где-то была, где-то не была. Новополоск, Белоруссия, да, отлично. Вот, вот так вот, Германия, боже, как я счастлива вас видеть. Вы уже для меня большая семья. Знаете, есть понятие маленькая семья. Вы, муж, детки, мамочки, папочки, братья и сестры. Это маленькая семья. Она как-то расширяется, но незначительно. А есть большая семья. Это ваше хобби, вот, это ваша работа, возможно. Это, может быть, то, что вот вы создаете. И, слушайте, ну, это то окружение, на которое вы можете влиять, а оно на вас. И я очень счастлива, что у нас с вами большая семья. Единичку поставьте, если вы меня видите в первый раз. И я быстренько-быстренько представлюсь. Севердонецк, отлично. Единичку поставьте, если видите меня в первый раз. Самара, Севастополь, Винница, Италия. Прям вся. Отлично. Круто, круто, круто. Я Бахтина Елена. Моя специальность врач-акушер-гинеколог. Мое призвание извлекать всяческие возможные способы. Большие, маленькие, микроспособы. Как бы сделать так, чтобы каждая клетка в моем теле, в вашем теле была счастлива, потому что она живет в физиологии. А, соответственно, не страдала, не болела и не старела, не изнашивалась. Вот это вот самая большая моя идея. Почему-то эта идея у меня с 20-летнего возраста. Уже в 20 лет, когда мне отстукнуло 20 лет, я поняла, боже, третий десяток разменяла. Это уж, наверное, старость. Когда мне стукнуло 40, я уже, ну, как бы, это уже были другие мысли. Уж не знаю, что будет, когда мне стукнет 50, но уже достаточно скоро, да. О, Мелитополь, Украина была, конечно, да. Армавир, Херсон, да. Вот, отлично, друзья. Какое у нас сегодня с вами задание? Первое задание. Разобраться с интервальным питанием. Как я не люблю слово голодание. Слушайте, мы живем, мы, наверное, первое или второе поколение, которые живут в состоянии пищевого разнообразия, пищевого, ну, не знаю, рая. Почему люди так любят голодать? Что за самоистязание такое? Вообще, это слово вообще лучше не использовать. Есть такое понятие пищевая карма. Это вообще не мое понятие, ясное дело. Я в эзотерику не лезу, никогда не лезу. Но, вот, пищевая карма, знаете, о чем она говорит? Я на всякий случай соблюдаю. Ну, вот, если ты выбрасываешь, ну, там, не доедаешь, выбрасываешь много еды, у тебя эта еда портится и так далее, то, возможно, когда-нибудь тебе именно этого количества и не хватит. Вот это, как бы, я, ну, да, я это соблюдаю. Я стараюсь взять ровно столько, сколько я точно знаю, что в меня поместится. Или чуть меньше этого значения. Стараюсь не выбрасывать, потому что эта рыбка, она для меня плавала. Этот огурчик, он для меня рос, я так думаю, да? Вот, но сейчас такая ситуация у нас сложилась в мире, что с 2008 года на планете Земля большее количество людей погибает от переедания, в результате неправильно созданного рациона, в результате болезни цивилизации, то, что накапливаем с течением времени, чем на самом деле от голода. Вот так поменялся наш мир. Поэтому наша задача привыкнуть, адаптироваться, измениться в результате вот этого пищевого разнообразия. А это определенная стратегия поведения на самом деле. Мы понимаем, что у нас тонны ведры еды, ведра еды, неограниченное количество еды. И мы должны с вами привыкнуть к этому пищевому разнообразию на самом деле. Окей. Ну что, если вы готовы, я точно готова к тому, чтобы выдать сегодняшний материал по интервальному, будем называть питанию. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста. Поставьте двоечки, кто интервально питается. Не будем говорить интервальное голодание. Двоечки поставьте, кто интервально питается. Сразу скажу, что я тоже интервально питаюсь. Хотя сейчас буду немножечко... Я не буду критиковать этот метод. Мы просто с вами его разберем. Ну, кому он полезен, а кому он не очень полезен. Все вопросы личные, друзья. Пожалуйста, только в конце. Пожалуйста, все личные вопросы в конце. Вижу единственную двоечку. Значит, в моей аудитории метод интервального голодания, питания не очень популярный. Нет, вижу три двоечки. Отлично. Итак, почему все обратили внимание на это интервальное питание или интервальное голодание? Оно называется интервальное голодание. Потому что в 2016 году 71-летний японский ученый Ясинори Асуми, извините, Ясинори Асуми, он выявил те гены в наших клетках, которые отвечают за механизм аутофагии. Что такое механизм аутофагии? Это когда клетка понимает, что у нее есть какие-то лишние запчасти, неизрасходованные запчасти. Может быть, мы с вами в системе старости нет, привыкли называть это внутриклеточный мусор, белковый в основном мусор. И клетка запускает механизм как бы самопоедания. То есть, она делает приборочку, уборочку в своих внутренних пространствах. И это все ферментативные процессы. Сразу понимаем, ага, это делается ферментами. Значит, ферменты все белковые, значит, мне нужно давать суточную норму белка. Иначе, если я не буду давать суточную норму белка, даже моим лизосомам. Это клеточки, в клеточке находятся такие полезные вакуоли, в которых яд, в которых прям, знаете, такие вот ферменты, которые способны расщепить все. В том числе, этот клеточный и межклеточный, на самом деле, мусор. Вот, представьте себе, что вы изобрели что-то такое, кислоту, которая может расплавить что угодно, разъесть что угодно. Вот, и я говорю, поздравляю тебя с тем, что ты изобрела вот такую вот кислоту, которая способна растворить что угодно. Только у меня один единственный вопрос. А ты в чем хранить ее будешь, да? В чем ты ее будешь хранить? Вот, а в клетке все это дело предусмотрено. Представляете, специальные органеллы, лизосомы, в которых вот эта кислота, вот так вот ее примерно, на самом деле ферменты, вот, которые способны растворить что угодно. Сделать пространство внутри клеточки чистым. Вот, какая классная вещь. И, а сумма, получим Нобелевскую премию за механизм раскрытия, точнее, механизма аутофагии. Что, неужели аутофагия была неизвестна до него? Да, конечно, известно. Друзья, я писала книгу «Старости нету», не знаю, уже 5 лет назад, может быть, я ее писала. И ясное дело, что я перешерстила большое количество информации. Так вот, у меня в книге есть вырезка такая, выдержка из учебника по биохимии. Вот, и там вообще черным шрифтом по белому написано, что тело в течение дня подвергают аутолизу и протеолизу, то есть разборке, 500 грамм плоти. И ваше тело, 500 грамм плоти, вашей собственной, разбирает в течение дня. А вы себе даете, ну, максимум 100 грамм белка. 100 грамм белка. То есть вы себе дали 100 грамм белка в течение дня, а 500 грамм белка вы в течение дня разобрали. Это ж ясное дело, что это механизмы аутофагии, само поедания. Есть также механизмы протеолиза. Вот мы в системе старости нет, у нас принято разбирать межклеточный белковый мусор. И для нас это очень серьезный элемент сохранения чистоты внутренних средств и молодости внутренних средств. Это мы учим на пятой ступени системы старости нет. Это называется система клеточного, межклеточного очищения у нас. Или лимфодренажная система, не так ли, да? Вот, это же тоже программа самосохранения фактически. То есть есть протеолиз в межклеточном пространстве, аутолиз во внутриклеточном пространстве. И вот этот замечательный Асуми, он нашел те гены, которые ответственны за аутофагию. Вот, единственное, что недавно, вот не знаю, два, может быть три года назад, он приезжал со своим лекционным материалом в постсоветское пространство. Вот, ему стали задавать разнообразные вопросы, и он с ужасом ответил на один из них. Дело в том, что интервальное голодание и Асуми это разные вещи. Асуми просто нашел те гены, которые способны запустить аутолиз. Но он никак не привязывал это к интервальному голоданию. Потому что вся его работа была построена на изучении, что? Человека? Что? Лишнего веса? Что? Рака? А? Что? Старости? Нет. На изучении пивных дрожжей. То есть объект, на котором был установлен этот механизм, генное кодирование этого механизма, это пивные дрожжи. Не человек, друзья. Не человек. Не человек. Понимаете? Ну вот, соответственно, он получил Нобелевскую премию, изучая не рак, не человека, а дрожжи. Обычные пищевые дрожжи, из которых делает пиво. Вот, потому что этот объект очень легок для изучения, намного легче, чем человек. И тогда автор и обладатель Нобелевской премии сказал, что, ребят, на людях нужны другие исследования, дополнительные исследования. Только подтвердил то, что аутолиз – это механизм, прописанный в генах. Вот. Ну, теперь давайте разберем, кому нельзя голодать вообще. И кому нельзя голодать интервально. В частности, хотя именно этой группе населения больше всего хочется это делать. Именно этой группе населения очень хочется. Это тучные и полные люди, друзья. Вот, тучным и полным людям, ну, не надо голодать. Ни интервально, ни как. Я понимаю, что вы хотите быстрого результата. Выпьем воды. Я даже понимаю, что вы получите этот быстрый результат. Вот, при диабете, пишет Аня, интервальном голодании. У меня утром сахар в норме. Да. Вот. Я еще поговорю об этом, да. Вот. Конечно, тучные и полные люди хотят во что бы то ни стало избавиться от лишнего веса. Но смотрите, ваш организм умеет запасать. Я знаю большое количество тучных, полных людей, людей в метаболическом синдроме, которые пушают, как воробушек. А все равно организм запасает и запасает, запасает. Когда я смотрю на полного тучного человека, я понимаю, не до корм, не до корм. Не до корм по основным ингредиентам, из которых этот человек бы построил то, что много весит, но мало места занимает кости, мышцы, коллаген, связки, хрящи и так далее. Но одновременно этот человек, скорее всего, делает пищевые ошибки, которые приводят к тому, что очень много жировой ткани запасается. Запасное питательное вещество, стратегический запас воды, помним, и энергии в теле. И это жир. И он мало весит, но занимает большой объем. Как вообще работает этот механизм? Почему нельзя голодать полным людям? Ну, механизм работает через кортизол, на самом деле. Кортизольный механизм. Если вы хотите кушать, для организма это стресс. Это функциональный или физиологический стресс. И выделяется определенное количество гормона под названием кортизол. Кортизол, в книге это описываю, и автор книги «Старости нет» или «Как оставить своего доктора без работы», вы можете увидеть под этим видео ссылочку на эту книгу и начинайте изучать. Тут же такое дело. Так вот, у меня там есть история про бухгалтера Машу, которая не поела вовремя, но побежала на работу. Работу свою работать. И когда тело понимает, что оно осталось вообще без строительного материала, оно начинает вопить. «Ребята, нам нужен строительный материал, срочно!» И выделяется стрессовый гормон кортизол. Стрессовый гормон кортизол говорит, ну ладно, буду спасать ситуацию. Идет в первую попавшуюся мышцу, я там описываю мышцу ягодичную, разбирает эту ягодичную мышцу на мелкие запчасти, а это белок, да, мы разделяем его до аминокислот, и из этих аминокислот организм сделает ферменты, чтобы пищу переваривать, гормоны, чтобы Маша осталась здоровая, антитела, чтобы Маша осталась с защитой и так далее. Понимаете, вот эти вот все моменты сделает. Но кортизол так быстро работает, что мало того, что он мышцу разделит на отдельные аминокислоты, есть еще такой механизм, он из аминокислот может сделать дополнительную глюкозу. Вот, и эта глюкоза идет на энергетические нужды частично, а частично опять переделывается в жир, потому что слишком много новой глюкозы, которую сделала ваша печень. Сначала страдает печень, жировой гепатоз, а потом человек кушает, как воробушек, а жира все больше и больше и больше. Поэтому при метаболическом синдроме, как понять, что у вас метаболический синдром? Очень просто, берете сантиметровую ленточку и делаете замер талии. И если ваша талия, девочки, больше 80, мальчики, больше 94, то все, вы в метаболическом синдроме, и вам бы отстроить свое питание, а не голодать. Но это один момент, кортизольный механизм вам рассказала. Давайте второй момент я вам расскажу. Вот если это интервальное голодание, то вы первый раз кушаете, ну, к примеру, да, кто интервально голодает в 12.00, да, а второй раз кушаете в 18.00 или в 19.00. Я права или не права? То есть вот этот промежуток времени с 12 до 18, с 12 до 19, или может быть у вас с 11, там получается, до, ну вот какой у вас промежуток времени, вы можете, в принципе, есть что угодно. Но задача же не хомячить постоянно, да, поэтому все-таки люди придерживаются двукратного питания. Вот первое питание и второе питание. Между вторым и первым питанием следующего дня мы ничего не едим, да. А теперь внимание. Если у нас девочка, вдруг попалась нам девочка 100-килограммовая, вот смотрите, за эти два питания, фактически, она должна съесть все необходимое для своего тела на сегодня, чтобы не остаться, в 11.16, вижу, Оксаночка, спасибо. Вот, эта девочка должна для себя сегодня съесть все необходимое на сегодня. Мы помним, кто читал книгу «Старости нет», кто в системе «Старости нет», один грамм белка на перестройку одного килограмма веса. Вот, и не надо говорить, что нужно на должный вес рассчитывать белок. Нет, вот сколько наели на этот вес и нужно белок рассчитывать. Это вы думаете, что жировая ткань – это просто жировые амбары, заполненные жиром, и они ничего не требуют. Очень требовательная жировая ткань. По кровоснабжению, по обеспечению кислородом и так далее, там своя жизнь. Поэтому мы не на долженствующую массу, а на реальную массу рассчитываем. То есть этой девочке нужно 100 грамм белка. А теперь скажите ради осьминога, как мне 100 грамм белка разделить между двумя приемами пищи? Объясняю равномерно. То есть я 50 грамм белка должна человеку дать на завтрак и 50 грамм белка дать человеку на ужин, ну или там на второй прием пищи. Как это? Как? У меня в голове это не помещается. А также у меня не помещается в голове, как человек, не давая себе суточную норму белка, будет себя внутри перестраивать. И получается, вы можете похудеть на интервальном питании, и вы будете иметь какую-то более приятную цифру, не идеальную, но более приятную на ваших весах. Но сначала садитесь на стул вы, а потом ваша кожа садится на стул, потому что все пообвисает. Не так ли? Потому что для адекватного снижения веса за счет стройности от слова строить, вы должны дать себе суточную норму белка. Вы не можете 50 утром, 50 вечером грамм дать себе, потому что вы просто тупо это не переварите. И вы останетесь в дефиците. Все вопросы потом, друзья. Друзья, все вопросы потом. Мы сейчас интервальное питание разбираем. Понимаете? Вот, ну как бы у меня вот такая идея. И я вижу, что это не идея, это рабочий механизм. Прям рабочий механизм. Поэтому, друзья мои, кто не в оптимальном весе, вам рано интервально питаться или голодать вам рано. Нет, вы уже голодали, но скорее всего с хорошим результатом, а потом-то набирали. А нам что нужно сделать? Встать в стереотип питания, благодаря которому вы никогда не наберете. Вы всегда будете еще и еще и еще ближе к идеалочке, станете в идеалочку, отрепетируйте питание, которое держит вас в идеальном весо-ростовом соотношении, застрянете в этом идеальном весо-ростовом соотношении и в этой привычке питаться. Это привычка молодости правильно питаться в зависимости от вашего стиля жизни, от того, где вы живете, какие у вас энерготраты, холодно у вас вокруг или большую часть года, или тепло, есть у вас доступ к овощам, нет там, ой, там очень много всего. Понимаете, в чем дело? Понимаете, почему я резко против того, чтобы люди, которые находятся не в оптимальном весе, голодали интервально. Поэтому тучным полным нельзя. Это изнашивающая технология. Понимаете, да? Ну, кто со мной немножко согласен, можете что-нибудь написать. Следующее. Кому еще нельзя интервально голодать? Это те люди, которые имеют нарушение углеводного обмена. Друзья, ну вы уже доигрались до нарушения углеводного обмена. Это инсулино-резистентность. То есть, ваш метаболический синдром процветал, процветал, процветал до того момента, как ваш углеводный обмен, он весь на дыбах. Вы имеете очень высокий уровень инсулина в крови. Этот инсулин тоже стрессовый гормон. Он и кортизольный механизм запускает. И получается, чем дольше вы в инсулино-резистентности, тем больше вы в кортизольном механизме, тем быстрее вы разбираете свою мышечную ткань и частично способствуете новым жировым отложениям. Понимаете, в чем дело? Поэтому вы не имеете права, девочки, кто в сахарном диабете, кто в инсулино-резистентности, идти этим путем. Потому что вам нужно быть, ну знаете, вот как ребеночку. Вы же ребенка не пошлете на голодание. Вот я не знаю, меня Ульяна моя просто отрезвила, отрезвила. Потому что я поняла, что это вот, вот это вот тельце, это сознание, оно целиком зависит от меня. Пока оно в утробе было. Пока вот когда родилось и полностью зависело от меня и от моей сиськи, извините. А потом, когда я перевела на общий стол от моей безголовости или от моего сознания и доброй воли. Понимаете? Девочки, все вопросы в конце. Я сейчас быстро дам тему и потом все вопросы. Понимаете, в чем дело? И соответственно, соответственно, когда я стала ее кормить, я стала понимать, в принципе, как нужно кормить человека, которого ты любишь. Вы же себя любите. Вы же своего ребенка не заставите кушать в 11 и в 16. Нет, вы будете его кормить. Но вы можете мне сказать, дети-то растут, а я-то уже не расту. Мне 40 плюс или мне 30 плюс. Я-то уже не расту. Я с вами соглашусь. Я с вами соглашусь. Я еще раз говорю, я тоже на интервальном питании. Но я сейчас вам объясню, как я туда дошла спокойно. А теперь представьте больной организм. Организм, у которого углеводные качели. Вот он дотерпел этот организм до 11.00 и наконец поел в 11.00. И он понимает, что последний раз его покормят в 16 или в 17.00. А потом этот организм с 17.00 должен будет, ничего не перекусывая, ничего не перекусывая, дожить еще до 11 утра следующего дня. Для многих людей в инсулинорезистентности, когда зашкаливающий инсулин, это пытка. Потому что зашкаливающий высокий инсулин, это что такое? Инсулин берет все остатки глюкозы, которые еще плавают в крови, запихивает по клеткам, потому что клетки в состоянии энергетического голода. И уровень глюкозы в крови низкий, ниже всяческого плинтуса. И начинается, знаете что? Ручки медленно дрожат, ой, не медленно, а быстро дрожат. Тремор, трогу поставьте, кого я сейчас, вот я понимаю, вы понимаете, что я вас описываю. Тремор такой, дикое чувство. Я бы съела хоть кого-нибудь, но пусть этот кто-нибудь будет углеводом, или бука, или не тормозись, не терсти, или просто горячего, теплого кофе, чая, но с сахаром, или что-нибудь, ну какую-то шоколадину съесть. То есть, глюкозы в крови практически нет, человек называется гипует, у него гипогликемия. И это невозможно терпеть троечки. Это невозможно терпеть. В этот момент люди делают, и делают, и делают все новые, и новые пищевые ошибки. Да, вижу две троечки. Это очень мучительно, это очень мучительно. Появляется чувство страха смерти, холодный пот, и ты понимаешь, что тебе просто нужно поесть. Даже просто сахар засунуть под язык, подержать, он упадет в кровоток, и уже полегче. Но эти люди не сахарком балуются, они прям садятся, и что-нибудь едят, это что-нибудь углеводное. Быстренько растет уровень глюкозы в крови. Инсулин видит, боже, какой ужас, очень много глюкозы в крови. Быстро растет уровень инсулина, берет глюкозу, опять запихивает по клеткам, и это называется самый настоящий углеводный качель. Можно так докачаться, что вы попадете просто в инсулинорезистентность, лет 10 проведете в инсулинорезистентности, вот эти вот качели на высоком уровне инсулина. А потом, наконец-то, вы упадете в сахарный диабет второго типа. Вот. Что такое сахарный диабет второго типа? Инсулин уже говорит, я не могу работать, потому что от меня защищаются клетки, вот вам высокий уровень сахара в крови, вот вам высокий уровень убитого кем, глюкозой, гемоглобина, который просто как межклеточный мусор, спасибо большое за открытие аутофагии, плавает в крови. Гликированный убитый гемоглобин, это третья ступень старости нет, объясняю просто, плавает в крови. Но гликируется ведь не только гемоглобин. А что, ваш коллаген не гликируется? А что, ваши белки хрящевые не гликируются? А что, ваши антитела не гликируются? Вы туда хотите дойти? Просто используя, слышал звон, не знаю, где он. Худеют люди на интервальном? Худеют. А, и я буду худеть. От слова худо. Можно износить свой углеводный обмен. Можно. Кто писал, что у вас нормальный уровень глюкозы на интервальном голодании? Спокойно. У вас правильная тактика. Просто сейчас мы дойдем до того, кто имеет право быть на этой правильной тактике. Возможно, вы имеете право быть на этой правильной тактике. Для вас. Зачем мне система старости нет? Друзья, или я проведу миллион консультаций, в том числе, вот в таких чатах. Это же тоже микроконсультация, да? Или я один раз грамотно, последовательно, серьезно заложу информацию, в ваш воспринимающий механизм головной мозг. Вы меня поймете и сами для себя отредактируете свою жизнь, свой рацион, свою нагрузку физическую, количество воды, которое надо выпить. Так это же намного эффективнее. Это же намного эффективнее. Понимаете, в чем дело? Вот. Итак, людям с нарушением углеводного обмена голодать нельзя. Это инсулинорезистентность, и это сахарный диабет. Тот же самый механизм кортизольный в том числе работает. Инсулиновый механизм работает, и еще и кортизольный механизм работает. И фактически, когда работает кортизольный механизм, это самопоедание. Посмотрите на пожилых людей с сахарным диабетом. Они сначала полные, а потом они сохнут. Это они разбирают свои мышечные, ну, мышцы, это самый большой склад белка, на самом деле, да. Вот. И хочу обратить ваше внимание на цикл Крепса. Что такое цикл Крепса? Это то, где образуется энергия. И вот этот цикл Крепса, я его сравниваю всегда с камином, да. Вот вы живете в однокомнатной квартире и студии, у вас есть камин, это митохондрия, а внутри камина идет термоядерный процесс. Это сжигание вашей пищи с образованием тепла и света. Ну, я так условно говорю. Так вот, в этот камин, в этот камин, в принципе, все равно, что бросать. Если есть углеводы пищи, вот они пойдут. Но вы же на интервальном питании и вы думаете, углеводы не дам, вообще пищу не дам, для того, чтобы взять жиры и спалить это в камине. С чего вы решили, что именно жиры пойдут в камин? Вот мне просто интересно. А не ваши белки. На самом деле, в камин идут и жиры, и белки. Как защитить свою белковую массу, мышцы, кости, коллаген, хрящи и связки, как защитить, чтобы они не пошли в камин? А мы это делаем в системе старости. Нет, прямо не на нулевой, а на первой ступени мы разбираемся с суточной нормой белка. Потому что, когда даешь себе суточную норму белка, мышцы не деградируют. В саркопению вы не вваливайтесь. Что такое старость? Это саркопения, потеря мышечной массы, это остеопения, ну вообще остеопороз, потеря костной массы и потеря коллагеновой массы. Когда мужчина в 55 лет рвет ахиллово сухожилие, потому что, видите ли, ему не хватает ни пищи, ни возможности формировать нормальную суставную ткань. Понимаете? Вот это вот очень важно. Кому еще нельзя голодать, друзья? Друзья, в том числе интервально, питаться. Есть люди, которые освобождаются от поста. Вы можете к батюшке подойти и сказать, я вот одна из таких категорий, можно мне не поститься, к примеру. Это в любой конфессии, при любом вероисповедании. Дети беременные и кормящие, они растут или растят других людей, вот, и им нельзя голодать. Интервально в том числе. Вот тогда, когда я носила Ульяну, я это осознала. Я ела буквально по часам. Действительно, вот как могла, хорошо, так и питалась. До этого вообще на питание не обращала никакого внимания. И что, я и так красавица, что мне обращать внимание на питание? Вроде бы питание отдельно, а то, как ты выглядишь и себя чувствуешь отдельно. Следующее, спортсмены, у которых нагрузки. Вы необычные люди, друзья мои. Все девочки, системы старости нет, это необычные люди. Все мальчики, системы старости нет, это совершенно необычные люди. Четверочки поставьте, если вы понимаете, что раньше, раньше утверждение «я спортивный человек» было вообще не для вас. Вот. А потом, через какой-то промежуток времени «я спортивный человек», ну, вы знаете, преувеличение, но уже не ложь. А потом «я спортивный человек», ну, по крайней мере, мои окружающие так думают, я еще о себе так не думаю. А теперь поставьте четверочки. Вы понимаете, вы реально спортивный человек. Потому что у вас каждый день 30 минут, а то и больше, аэробная нагрузка. Потому что у вас через день или несколько раз в неделю силовые нагрузки, и вы прям хороши и нравитесь себе в зеркале без одежды. Четверочки поставьте, если есть такие люди. Если есть такие люди. Ну, вот тут спрашивают, «Лена, здравствуйте, а как Алексей Ворон, который пропагандирует интервальное голодание, еще тренируется на голоде, почему вы мышцы не разложились?» Я сейчас дойду до этого. Подождите минуточку. Это, во-первых. А во-вторых, ну, это его личная ответственность. У меня немножко другой взгляд на эти вещи. Я не знаю, откуда он родом, так скажем. А с какой стороны он начал смотреть на здоровье. нельзя сравнивать спикеров. Я не знаю, спикеров, ну, так назовем спикеров. Друзья, смотрите, сколько четверочек. Вы посмотрите, сколько, боже, я вас люблю, девочки, мальчики. У меня прям слезы. Ай, классно. Да, да. Вот. Если вам дорога все-таки ваша мышечная масса, ваша коллагеновая масса, то вы обязаны, миленькие, дать себе суточную норму по белку за день. А тренирующийся человек, вот кто четверочки поставил, скорее всего, вы используете не нижнюю норму белка. Это для мужчины 1,2 грамма белка на каждый килограмм веса. А плюс 50%. А ну-ка посчитайте, допустим, мужчина у нас весит 8. Посчитайте, кто может мне посчитать? Мужчина у нас весит 80 килограмм. Мы 1,2 грамма белка умножаем на 80 килограмм. И мы получим нижнюю границу нормы для мужчины. Азамат. Вот. Сколько это будет? А потом к этому количеству добавьте еще 50%. Друзья, кто мне посчитает? Вот Азамат задал хороший вопрос. Интервальное питание для тренирующихся спортсменов. А я знаю, что Азамат это футболист. Очень, ну это очень серьезный футболист. Если у нас все хорошо получится, я вас познакомлю с Азаматом. Вот. Кто в системе старости нет. Давайте-ка считать. Мужчина 80 килограмм. Ну, к примеру. Считаем для него суточную норму по белку. По белку 1,2 грамма белка умножить на 80 плюс еще половинка. Аня Захарова, это вы мне нижнюю границу или вверх? Нижнюю, наверное, написали. 144 грамма белка. Друзья, 144 грамма белка разделите на 2. Это получится по сколько? 144 поделить на 2. По 70 с чем-то. А ну-ка, 70 грамм белка на завтрак и 70 на ужин. Это разве реально? Это разве вообще может? Ну, это можно уложить в сознание или нет? А главное в системе до переваривания пищи. Способно ли ваше тело столько переварить? Я, конечно, не прошу 144 есть. Там, ну, как бы стоп-сигнал свой должен быть. Сейчас объясню, что такое стоп-сигнал. Я знаю, что много людей прошло выздоровление на голоде и факты есть. Но я не говорю сейчас о лечебном голодании, друзья. Дальше. Кто путешествует и кто прям сейчас болеет? Вы тоже не должны голодать. Ну, понятно, что если нет у вас там вирусной инфекции и у вас нет вообще никакого желания есть, ну, все. Значит, тогда мы и не едим. Ждем, когда придет аппетит. Но в целом это люди, которые в состоянии стресса путешествующие и болеющие физиологический функциональный стресс или стресс связанный с большим количеством новых ощущений. Вот им разрешается не поститься. Кому еще нельзя голодать? Но этим людям очень хочется голодать. Это люди с аутоиммунами, аллергическими заболеваниями. Я их понимаю. Как только они прекращают и жрать, извините, есть, они сразу у них кожа очищается, у кого аллергические проявления на коже. У них появляется энергия, у кого аутоиммунный тироидит. У них облегчается течение болезнью крона. Но с гламеролой нефритами не всегда все понятно. У них облегчение по суставам вплоть до полного выздоровления, ревматоидные артриты. Вот. Улучшение по рассеянному склерозу, отступают приступы бронхиальной астмы и так далее. Знаете, почему? Вот просто я вам расскажу, почему. Когда она голодает, то через ее дырявый, изможденный, недостроенный, ужасный, по проницаемой способности кишечник, все вот эти недопереваренные куски пищи, белка, не проникают в кровоток и не провоцируют иммунную систему к иммунному ответу. На что? На пищевой белок. Сказку рассказать? Девочка съела курицу. Нет, она съела чечевичный суп, белки чечевицы, потому что все почему-то ополчились против продуктов животного происхождения. А что с чечевичным белком как-то иначе? Этот чечевичный белок в просвете тонкой кишки и он не может попасть в кровоток, потому что между просветом кишки и кровотоком есть сплошной слой клеточек. Они очень плотно друг к другу прилегают и между ними нет никаких зазоров. То есть этот чечевичный белок должен быть расщеплен до отдельных аминокислоток. Аминокислотка должна зайти в клеточку, в клеточку должна зайти, а из клеточки бухнуться в кровоток. Отдельная аминокислота, запчасть. Но у нашей хозяйки синдром дырявой кишки. Ненаучное понятие, совсем ненаучное понятие, но я вам должна сказать, что вот эти клеточки они живут всего лишь 5 дней. Эти клетки, которые выстилают кишечники изнутри. И это очень, ну не знаю сколько там 4 метра 4 метра это тонкой кишки. Представляете такой идеальный процесс, чтобы все клеточки прям были идеально и между ними не было никаких зазоров. Нет, каждый из нас живет в той или иной степени развития синдрома дырявого кишечника. И вот тут недопереваренный этот чечевичный белок, так как он недопереваренный это последовательность аминокислот, вот между этими двумя клеточками бухается прямо в кровоток. В кровотоке чечевичный белок, а я иммунная система. Ты кто? Я чечевичный белок. Какое ты имеешь право здесь находиться? Ну случайно наверное не знаю там была дыра вот я и залез. Извини но нам придется на тебя натравить антитела. Все делается антитела против этого белка. Комплекс циркулирующий антиген антитела циркулирует циркулирует пока куда-нибудь сядет а куда сядет там кого-нибудь убьет. Вот болезнь крона гламирол ефрита ревматоидный артрит склеродермия рассеянный склероз бронхиальная астма нейродермиты и аутоиммунные тироидиты. И эта женщина перестала есть и у нее недопереваренный белок не падает в кровоток. Бинго! Бинго! Но проблема голодания лечебного и интервального голодания в том, что вы все равно когда-нибудь начнете есть. И проблема в том, что пока вы не кушаете эндотелий эпителий тонкой кишки он точно не достроится. Ему будет еще хуже. Потому что каждая клеточка напоминает 5 дней живет. Если вы 5 дней не даете питание то соответственно ее не будет. Все. Поэтому когда люди начинают тут надо еще грамотно выходить из этих голодовок но я никогда не учу ну то есть я не специалист по голоданию в том числе по лечебному голоданию можете обратиться к специалисту по лечебному голоданию может быть он как-то и корректно выводит но моя задача лучше научить человека питаться корректно остановить аутоиммунный процесс это шестая ступень старости нет и забыть об этой проблеме вот и все понимаете в чем дело вот следующий момент можете себе записать я надеюсь что вы ведете записи потому что лекции знаете их не переслушаешь а вы возможно ведете записи и в эти записи можно всегда заглянуть это у нас с вами называется книга здоровья или тетрадь здоровья людям с гипотириозом нельзя голодать нельзя голодать потому что одно отчасти это стресс помните кортизольный механизм кортизольный механизм очень интересно выглядит допустим у вас щитовидная железа которая делает какое-то достойное количество гормонов щитовидной железы но нужно чтобы эти гормоны щитовидной железы прореагировали с рецептором с рецептором и чтобы была реакция в самой клеточке да чтобы там происходило сжигание пищевых компонентов но когда очень много кортизола человек в остром стрессе эти рецепторы расходятся за ненадобностью то есть количество рецепторов к гормонам щитовидной железы просто уменьшается организм как я не понял я же даю достойное количество гормонов щитовидной железы что такое почему в клетках не происходит сжигание питательных веществ образование энергии почему клетки в состоянии энергического голода я буду еще больше делать гормонов щитовидной железы а рецепторы делай целый целый все понимаете тут Я вам это объясню, попытаюсь объяснить, это то, что в открытом доступе я никогда не даю. Друзья, процентов 80 информации я никогда не даю в открытом доступе. Потому что до этой информации нужно дойти до прокачиваться. Вы, наверное, замечаете, что информация на нулевой ступени, она лёгенькая. А потом информация на следующих ступенях, она уже для осознанных, которые имеют базу. Так вот, самый рабочий фермент, то есть гормон, извините, щитовидной железы это Т3. Да, мы делаем Т4 в щитовидной железе, но задача, чтобы от Т4, который имеет 4 атома йода, фермент до йодиназа оторвало один йодик и образовалась самая активная форма гормона щитовидной железы Т3. Что делает Т3? В каждой клеточке это происходит. Т3 подходит к тому камину, который сжигает питательные вещества и делает так. Заводит этот камин. И камин говорит, о, а у нас сегодня есть пища. Берёт пищу, сжигает с образованием энергии. Берёт пищу, сжигает с образованием энергии. Но иногда из Т4 вообще не делается Т3. Это не сейчас буду рассказывать. А иногда Т3 хромой, называется реверсный. Не тот, который способен запустить процесс, а тот, который вообще никак не работает. Подходит мне рабочий Т3, поковырялся в замочной скважине, никого не завёл. И клетка что делает? Клетка говорит, хм, меня никто не завёл, мой цикл крепса не заведен. Пища поступает. Ну пусть поступает, я буду её откладывать. Поэтому люди с гипотириозом полнеют, и полнеют, и полнеют. В том числе на любом виде голодания. И что повышает Т3 реверсный? Тот уродливый, который не работает. Да, пожилой возраст. Да, хроническая усталость. Да, любое хирургическое вмешательство, травма. Любое хроническое заболевание. Высокий уровень кортизола. Периоды длительного или периодического стресса. А что у нас, не стресс, когда человек последний раз покушал в 17, а в следующий раз будет в 11 кушать. Для многих это стресс. Особенно при нарушении углеводного обмена. И так далее. Понимаете, в чём дело? Поэтому людям с гипотириозом нужно очень аккуратненько питаться. По физиологии. И дождаться остановить аутоиммунный процесс, накормить щитовидную железу. Дождаться убаюкивания всех вот этих вот факторов, которые вызывают стресс. Чтобы вернулись рецепторы. Чтобы перестал делаться Т3 реверсный. И стал Т3 фри. Который свободный. Который рабочий. Кому ещё нельзя голодать, но очень хочется. Людям с нарушением всасывания, переваривания пищи. И любое хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта. Миленький, вы и так себя не докармливаете. Смысл вам ещё голодать. Вот человек, который имеет нарушение всасывания. Допустим, у него мало соляной кислоты. Он не обрабатывает в желудке белок, как положено. Или у него ферментативная недостаточность поджелудочной железы. Там хронический холецистопанкреатив. Но вы и так плохо обрабатываете. Вы даёте себе 100% еды, а обрабатываете 50% в лучшем случае еды. Понимаете? Из 100% из вашей тарелки вы во внутренней среде способны дать только половинку. Вот ещё голодать надо, конечно. Так может быть всё-таки разогнать процессы пищеварения. Мы на первой ступени уже этим занимаемся. То есть помочь своим органам пищеварения срабатывать на твёрдую пятёрку. Чтобы переваривание пищи было как в 25 лет. Без вздутий, без вонючих какашек, без что там, ну вот наша классификация, да? Вот, чтобы пищеварение было на твёрдую пятёрку. Друзья, вот кто, кому больше 25 лет, у вас и так подсадка всех ферментативных систем. Год после 25-летия минус 1% активности ферментов, в том числе и пищеварительных. 2 года минус 2%, 3 года минус 3%. Посчитайте, сколько вы пережили своё 25-летие. Если вам 50 лет, минус 25% уже ферментативной активности. Но давайте ещё доголодаем, конечно. Кому ещё нельзя голодать? Напишите людям, которые в стрессе. Голодать нельзя. Опять-таки, должна вернуться к щитовидной железе. Итак, если человек в стрессе, а мы сейчас переживаем какой-то с вами хронический дистресс. Посмотрите, какое большое количество людей просто не от ковид пострадали, а от того, что сидели дома в заперти. Можете мне поставить пятёрки, кто сидя дома в заперти, находясь в состоянии хронического стресса, хватит мне денег, не хватит, когда эта лабуда закончится. Или, находясь просто в обездвижном состоянии, потому что невозможно было выйти из дому, просто наказывали за это. Добавили лишние килограммы, пятёрочки поставьте. Вот этот, с одной стороны, период продолжительного стресса повышает уровень кортизола в крови, а высокие уровни кортизола в крови приводят к тому, что вот этот реверсивный Т3 вырабатывается, который вообще не работает. Вместо активного, свободного Т3, вот тот самый реверсивный Т3. И потом мы можем уже пережить этот стресс, и кортизол будет в норме, а реверсивный Т3 ещё в норму, длительное время не приходит. И вот это называется тканевой гипотириоз. То есть стресс, тканевой гипотириоз. Ну давайте ещё поголодаем, конечно. Нам же мало стрессов внешних, ещё и физиологические сделаем. И тем не менее, друзья, тем не менее, лично я нахожусь в интервальном питании. Я не имею права сказать о себе интервальное голодание. Я просто, я вообще не знаю, это слово не моё. Давайте расскажу вам. Первое. Двухкратное питание, мы назовём его так. Двухкратное питание, которое, возможно, не запустит, нет, а усилит аутофагию. И если это внутри клетки, и протеолиз, если это межклеточный разбор мусора, возможно, потому что, ещё раз говорю, исследований на людях не было. Не было. Так вот, двукратное питание надо заслужить. Полным и безоговорочным здоровьем. Вот к этому мы стремимся. В системе старости нет. Не к двукратному питанию. Но просто это очень частый вопрос. Лена, а можно мне два раза питаться? Мой организм что-то решил не есть третий раз. Я прям смотрю на пищу, а мне противно. Мы себя не заставляем, друзья. Если вы два раза уже покушали сегодня, третий раз как бы уже надо, а вы не хотите, и вам это вот так вот. Мы себя не заставляем. Мы что, мы ненормальные что ли? Нет, конечно. Но тогда будьте добры, перепроверьте. За эти два приёма пищи, сколько вы белка получили? Получили вы с этим белком, ну понятно, что получили должное количество полезных жиров. И прикиньте, двукратное питание, вот просто прикиньте, мы калории не считаем, ну примерно сколько там, полторы-две тысячи калорий? Да это однозначно, глубочайший дефицит по витамину С, Д, всем витаминам группы В и так далее. Тогда будьте добры, добавьте их в рацион. Потому что если бы вы съедали 6 тысяч килокалорий, как солдат до революционной армии, царской армии, солдат царской армии съедал в день 6 тысяч килокалорий. Я прям перепроверила. Ясное дело, и продукты были другие, вот там были и витамины, и минералы, и всё на свете. А мы со своим редуцированным питанием, друзья, по витаминам никогда в жизни не догонимся. Это надо понимать. Если вы достигли оптимального веса ростового соотношения, вот, например, у меня метр семьдесят четыре, вес шестьдесят два. Это оптимальное весо-ростовое соотношение. Сколько мне нужно съедать белка? 31 грамм, к примеру, на первый приём пищи, и 31 грамм на второй приём пищи. Я переварю? Я переварю, переварю. Потому что 30 грамм может любой человек переварить. В том числе человек с нарушением переваривания пищи. Всё равно 30 грамм – это нормально. 20, 25, 30 грамм – хорошо. Отсутствие нарушения углеводного обмена. Друзья, у меня ситуация такая, я равнодушна к еде. Вот серьёзно. Если бы Юра мне не говорил, Юра – это мой супруг, так, что пора поесть, да, я бы, честно говоря, и пропускала. Вот сейчас я уже три недели живу без него, и я пропускаю реально. Но я знаю, что мне нужно вот два раза в день поесть. И я организую себе эти приёмы пищи. Я об этом помню, это в моём распорядке дня. Чтоб не качнуть углеводные качели. Потому что если я пропущу пищу, я могу, в принципе, чей-нибудь другим наесться. Но у меня достаточно высокий уровень сознания на тему питания. Я этого не делаю. Если я захотела есть, я пойду и нормально поем. Но я никогда не сникерсну, я никогда не съем ничего углевод-содержащего. Потому что, честно говоря, мне нравятся мои достижения. И я не хочу никаких откатов. Если вы гипуете, это значит, что вам рано. Вы хотите интервально питаться, но это рано. Ну и если нормально работает щитовидная железа, тогда, в принципе, вы можете, знаете что, просто понаблюдать за организмом. Сначала это трёхкратное питание. Сначала приходят люди в систему старости нет, и у них беспорядочное питание. Перекус, питание, опять перекус, перекус, потом и питание. Девочки, ну что, чай попьём? Девочки пьют чай с конфетками и так далее. Но пришедшие в старости нет, а мы идём на трёхкратное питание. И что у нас с вами? Если вы не доживаете между завтраком и обедом, вставляем перекусик. Если не доживаете между обедом и ужином, вставляем перекусик. Если нужно, ночной дожор, ибо не можете заснуть. Ночной перекусик. И мы перекусы недавно обсуждали, не буду повторяться. Потом, что девочки, старости нет, говорят, Лена, исчезла необходимость в перекусах. Остались три основных приёма пищи. И я говорю, идём на трёх основных приёмах пищи. Лена, я не могу, у меня в середине дня ничего не лезет. Хорошо, тут сделаем перекусик. В середине дня сделаем перекусик. У нас остаётся завтрак, плотненький, поэтому репетируем на нулевой ступени. И ужин у нас с вами остаётся. И между ними перекус, или маленькое питание. Хорошо. И, наконец, когда организм просто забывает этот второй приём пищи, вы остаётесь фактически на интервальном питании. Но, друзья мои, друзья, организм должен попросить са-ам. Вы не можете это сделать усилием воли, не имеете права никакого. Ни малейшего права. Если бы у клеток были права человека, они бы вас уже давно засудили, миленький, кто ходит, ну, кто, ладно. То есть, делать насильно нельзя, и голод терпеть нельзя. Это должна быть добрая воля, собственно, вашего организма. И это главное. Я бы никогда в жизни не перешла на двукратное питание, если бы, ну, вот просто реально, я сейчас съела свой завтрак, и я точно знаю, вот мне на 6 часов вот так этого завтрака. Но почему? Потому что оптимальный вес и ростовой соотношение, здоровый углеводный обмен, хорошо работает щитовидная железа, и, ну, понятно, что я бесконечно в стрессе, ну, мы все бесконечно в стрессе, но, видимо, этот стресс такой переносимый. Но если что-то меня выбивает, сбивает, я опять возвращаюсь на трехкратное питание, миленький, все понятно, хорошо, как ребеночка бы вы кормили, да? Завтракаем, обедаем, ужинаем, вовремя спадки ложимся, просыпаемся в одно и то же время, не-не-не-не-не-не-не-не-не, никаких истерик, миленький, никаких истерик. Вот такое, если вы так относитесь к своему телу, оно не будет к вам относиться иначе. Если вы ни разу, там, ну, как бы не обидели, не крикнули на ребенка, то когда вам будет 91 год, он ни разу не обидит и не крикнет на вас. Точно так же с вашим телом. это главное если так ну как бы я вам так скажу понятно что вы можете быть со мной не согласны но просто иначе организм постареет и у него два пути две дверки через которые старость приходит первый путь он высохнет потому что вам хорошо вы в низкой в низком весе многие девчонки даже не девчонки я один раз встретила мужичка ему было на тот меньше 60 лет и он к своему 60-летию похудел на 50 килограмм он мне показывал свою фотографию где он там 120 или 130 килограмм весит а я видела перед собой сухого старика единственное что я хорошо воспитана и я не смогла ему возразить он тоже кстати пропагандирует голодание сухое голодание и учит людей ну вот я сейчас честно говоря но у меня просто не было времени вот объяснить свою позицию а то бы ему конечно объяснила не чему ему хвастаться не чем он сухарь он человек на которого смотришь кожи нет потому что коллаген не вырабатывается давным-давно по той простой причине что белка нет в питании или его очень мало или он не переваривается вот костей я уверена тоже нет но я бы его отправила на динситометрию чтобы он посмотрел какая степень остеопороза что не характерно для мужчин и мышц у него нет на что смотреть чем жить вот это когда вам хорошо вы мало вести организму плохо он голодает кожи и кости это первая лазейка для старости и второй путь это просто вот вы решили сделать еще одно усилие ну ты ладно кремлевская диета была адкинс был корневор был вегетарианила носоках сидела что еще вы делали друзья что вы еще делали а теперь модное интервальное голодание а ну-ка я аутолиз себе устрою просто углубитесь дальше в патологию потому что углеводные качели это очень жестоко и либо сорветесь и начнете нарушать потом начнете ненавидеть себя за то что вы сорвались все люди как люди а у меня нет силы воли да при чем тут сила воли просто нарушение углеводного обмена организму так постареет друзья вот тут я картинки показываю миленькие я показываю вам картинку это бразильская бабушка ее зовут патриция и 54 года и она участвует в конкурсе бразильских бабушек я вот тоже хочу в таком конкурсе но я еще не бабушка очень хочу в таком конкурсе поучаствовать потому что были идеальное тело не каждая 25 лет к имеет такое идеальное тело и я вас просто уверяю она сделала это тело не на голодание вы меня понимать а вот ее соседка саманта который 51 год от этого тела голодом не пахнет это тело проработанное накормленная с мышечной массы на коже ни единой целлюлит очки никаких провисов не здесь не в бедрах ничего это накормленное здоровое тело да и этой девочки есть ну как бы вот сейчас я уверена что к ним обращается девушка друзья есть очень много нюансов по питанию я вообще человек такой который может стать на на любую сторону если вы говорите для меня интервальное питание оправданно я стану на вашу позицию мы вместе с вами сможем посчитать что у вас по суточной нормы белка например и так далее ну для меня это самое ценное чтобы старость не залезла да а что по углеводам и так далее то есть все это нужно проработать друзья я хочу проработать это вместе с вами я точно знаю что наш проект с вами растет и этот проект не бахтина это проект старости нет мы все вместе с вами за последний месяц только в ю тубе присоединилась 15 тысяч новых слушателей и это уже похоже знаете нас на сбор если мы все вместе соберемся это будет онлайн стадион представляете онлайн стадион это не люди которые ну не знаю насчет чего онлайн стадионы собирают вообще стадион это спорт какие-то зрелища тут люди собираются что просто научиться ухаживать за собой на твердую пятерку что было все прям тверда пятерка поэтому я прям готовлю шоу наша команда готовит шоу про диеты про якобы ппп терпеть не могу это слово я не ппшник я вообще не ппшник ни разу не ппшник я за качественное вкусное регулярное питание которое строит вас который улучшает уровень вашего здоровья если вы такой как я просто под этим видео есть одна активная ссылочка это активная ссылочка называется могу прям показать и в шапке профиля она давайте кто хочет присоединяйтесь это бесплатный проект просто я хочу чтобы вы у меня были первые да вот те 15000 который присоединяется тоже очень хорошо но вы моя излюбленная аудитория хочу чтобы вы заняли места прям самые первые места вот смотрите под нашим сегодня сегодняшним общением шоу елены бахтиной мы его просто и сейчас готовим шапки профиля шоу елены бахтиной я сама туда еще не присоединилась 29 августа 12.00 будет шоу елены бахтиной про диеты и якобы ппп мы с вами поговорим почему кожа обвисает вес возвращается страдает здоровьем и на другие темы просто выбираете вайбер или инстаграм и сразу получаете подарок опа вот и вы там уже внутри ну не буду переходить вот понятно давайте присоединяйтесь потому что нас с вами ждут великие дела реально великие дела может быть мы будем тем сообществом который возьмет и победит эту старость возьмет и победит и победит это изнашивание просто мы научимся с вами питаться по физиологии это очень индивидуальный стиль питания ваша личная физиология понимаете да вот азамат спрашивает лена а как же мусульманский пост мусульмане не пьют не едят от заката до восхода солнца но есть и православный пост и гастроэнтерологи очень хорошо знают этот пост огромное количество осложнений потому что людей надо учить поститься учить выходить из поста я училась вместе с мусульман с мусульманами ребятами вот которые целый день ничего не едят ходят ну прям доходяги действительно очень тяжело этим мало молодые мальчики позже нам было по 25 и меньше лет они едва едва отвечали на занятиях ну просто голодные люди голову голодные люди в стрессе кстати достаточно как бы даже агрессивные но мы знали что у них пост и поэтому помягче к ним относились в этот момент вот а потом как солнце село они начинали кушать и это объедаловка на самом деле это просто объеда объедаловка и причем кушали что там те ребята могли себе позволить но один раз они не пригласили вот к солнце село не пригласили а и знаете что это было это они сварили наверное ведро риса и взяли пост это не пост был ну короче и отдельно курицу сварили прям в ведре тоже курицу сварили а потом достали эту курицу разобрали нас было шесть человек и мне прям вот такую гору риса и кусок этой курицы положили я сказал я этого никогда в жизни не съем вы чё я такую гору риса впервые жизни видела а мы разговаривали вилку мне не дали и я вот как они щепоткой кушала этот рис кушала кушала и я съела всю эту гору рис через два часа я вышла из их но из их квартиры я поняла я голодная как слон я не знаю как слон но но вот я была очень голодна то есть это такое большое количество углеводов сразу зашло в кровоток глюкоза выросла инсулин догнал ее по запихивала по клеткам резко очень упал уровень глюкозы крови и мне опять надо есть я тогда еще не понимала этого механизма прошло 15 лет с тех пор как я только стала понимать этот механизм вот поэтому друзья но вообще честно говоря посты либо они были немножко иначе задуманы просто как они сейчас проводятся либо некорректно проводится либо это изнашивающая технология и православные в том числе огромное количество людей которые сохнут на православном постах с потерей мышечной массы потому что едят не то крахмалы едят вот но вес общий снижается а вот сейчас начнется малый пост то к этому малому посту который в августе плюс плюс 5 килограмм к первому допустим потерял 10 килограмм за великий пост а к яблочному спасу плюс 15 килограмм тоже много таких вариантов понятно хорошо ну давайте давайте я поотвечаю на вопросы может ли усиленное употребление арбузов поднять креатинин в крови сейчас 125 единиц но здесь нужно и кровь посмотреть и мочу потому что креатинин повышается при почечной недостаточности нужно и мочу посмотреть на предмет креатинина и кровь вот это раз второй момент а креатин повышается когда вы перетренировались вот такое может быть потому что креатинин растет в крови если происходит разрушение мышц либо это стрессовый механизм разрушения мышц либо вы меня дослушали и пошли все-таки в спортивный зал вот он креатинин на первом этапе на первом этапе он ну как бы растет в крови потом все наладится либо вы вместе с нефрологом смотрите креатинин в крови и в моче и понимаете может то почки не срабатывает женщина 37 лет нужно ли что-то пропить для щитовидной железы друзья я не читаю анализы в чате здесь друзья давайте будем с вами адекватными людьми у меня есть мои любимчики кто это мои любимчики любимчики это люди которые сейчас кликнули на ссылочку шоу елены бахтиной вы попадаете во внутренний чат это мои любимчики конечно работают в чате работают мои куратор которые слово в слово знают всю информацию старости нет могут вас проконсультировать а если не смогут проконсультировать сбросят мне этот вопрос и я дам аудио ответ почему понимаете меня да это раз второй момент это люди которые в системе старости нет это третий момент люди которые которые читают книгу старости нет и это люди которые которые в моей системе на спи до терротропный гормон у вас хороший соответственно мы просто кормим щитовидную железу мы даем келп источник органического йода по одной-два раза и супер комплекс это мощные антиоксиданты витамины минералы тоже для щитовидной железы тоже по одной-два раза и на недавно начала плохо переваривать пищу урчание после еду утром расстройства а до этого была стойность к запору чем помочь есть фундаментальный путь эта система старости нет на первой ступени мы это разбираем есть полегче путь это конспект здоровья номер восемь под данным видео вы найдете конспекты здоровья или закажите и в директе есть конспект здоровья номер восемь который разжигает огонь пищеварения и улучшает пищеварение но если вы получили урчание значит вы сейчас передозируйте углеводы скорее всего вот такое может быть просто сейчас такое время мы кушаем много персиков арбузиков дынь и винограда и соответственно бродильные процессы полезны ли блины с цельнозерновной убой льняной муки с добавлением зерен амаранта и семян льна на сливочном масле и молоке безусловно это лучше чем блины на белой пшеничной муки то что цельновая цельнозерновая мука это гликемический индекс способность глюкозы проникнуть в кровь примерно ну 45 льняная мука может быть 30 . и зерна амаранта тоже достаточно низкий гликемический индекс да конечно это лучше если это не останавливает вам результат вряд ли да то конечно можете использовать о я ваш мотиватор светлана отлично жду с нетерпением ваши видео похудела на 3 килограмма убрала все вредные угли это углеводы спасибо за помощь да все просто если делать да хорошо спасибо спасибо уже на а уже начался успеет спасибо за пояснение православным да да я знаю точно так и выглядит худенькие до высохшие что такое до переваривания белка за которым надо следить белок смотрите белок когда попадает желудочно-кишечный тракт он должен быть разобран на отдельные аминокислоты если этого не происходит он начинает гнить и вы это увидите по по зловонным какашкам будет сдутие живота и запахи тоже будет зловонные какашки будут тонуть в вашем унитазе это значит они очень тяжелые содержит недопереваренные куски прям пищи это может быть может спровоцировать нарушение микрофлоры когда вы развиваете гнилостную микрофлору вот и аутоинтоксикацию когда человек говорит я ем мясо и от этого старею да ты что серьезно а как-то это видишь серое лицо носогубки складки скорби так далее но ты не от мяса стареешь просто мясо высокобелковый продукт который ты плохо перевариваешь вот и все уровень ттг очень низкий а ты 4 высокий эндокринолог нас правильно сделал эндокринолог что может быть из нутрицептиков алина самый последний конспект здоровья это конспект здоровья номер 41 под этим видео вот вместе с тиразолом это страшно когда ты т.д. очень низкий а ты 4 очень высокий это гипертиреоз называется поэтому мы точка в точку слушаемся эндокринолога но эндокринолог никогда не дает противовоспалительной антиоксидантной терапии а мы даем защиту для каждой клеточки в виде разнообразного количества большого количество антиоксидантов и разнообразие антиоксидантов это гасит воспалительный процесс за счет того что мы вылавливаем свободные радикалы и у вас быстрее получится результат на террозоле это конспект самый последний 41 в последнее время после каждого приема пищи через некоторое время власти желудка большая тяжесть и надолго первая ступень 15 день вода норма по белку почти норма чуть не дотягиваю вот и не дотягивайте вот скорее всего такое количество белка людо я же не знаю сколько вы весите такое количество белка ну как бы для вас велико поэтому у вас первая ступень 15 день вот как раз вы сейчас разбираете процессы до переваривания пищи да потому что у вас вторая неделя первой ступени старости нет отступите в суточной нормы белка завтрак минут минус 10 грамм обед минус 10 грамм и ужин минус 10 грамм пусть это будет недобор по белку ничего страшного наша святая задача просто наладить до переваривания пищи на твердую пятерку кей если по добру по здорово не получается значит там есть травяная программа до переваривания пищи у вас она прям системе старости нет заложен почему шоу для избранных вы избранная маргарита просто у вас скорее всего какая-то техническая проблема к правильно принимать кисломолочку кефир и ряженку с отрубями на ночь это очень хорошая идея просто кисломолочные продукты должны быть качественные да там должны быть живые микробики живые ряженка кефир плюс отруби или клетчатка это очень хорошее называется знаете почистил зубы почистить кишечник вот так называют по всему телу жировики врачи разводят руками что посоветуйте а что они сделают с вами это же вы делаете жировики по всему телу это надо заниматься лимфоочищением врачи то причем причем врачи валентина межклеточное пространство вязкая малоподвижная чем-то забитые пути лимфоотока организм горит ребятки у меня такое большое количество жирорастворимых токсинов что будем делать ребятки говорят ну давайте сделаем пару-тройку жировиков мы туда соберем жирорастворимые токсины будет нормально может быть когда-нибудь валентина догадается межклеточное пространство привести в движение валентина понимаете врачи ни при чем это ваша личная ответственность да что мы делаем по жировикам правильный путь пойти в систему старости нет и на пятой ступени у нас лимфоочищения но на нулевой ступени вы уже с помощью две движения приведете все в подвижность уже понимаете это первый момент второй момент можете просто под этими под этим видео есть конспекты здоровья конспект здоровья он странно называется целлюлит beauty карта это шестой конспект здоровья там описана система лимфоочищения можете взять ее бесплатно нулевая ступень 13 день гемоглобин 130 ферритин 37 что делать какая схема конспект номер 20 леночка конспект номер 20 ничего страшного подымем ферритин просто желательно его поднять до пятой ступени успеть потому что там пойдут программы детоксикации а детоксикации занимается печень а печень без достойного количества ферритина без железа достойного количества ей сложновато будет заниматься программе детоксикации так что время у вас есть классно что вы проверили свой ферритин и сейчас вы его исправите всего лишь хелатная форма железа и чтобы быстрее восстановить ваше общее состояние и лучше сайсовая схелатная форма железа там пчелиная пыльца 1 описано конспект номер 20 имеет ли значение есть яйца на завтрак смятку или вкрутую не разрушается ли лицетин желтке но лучше чем меньше термическая обработка тем лучше на самом деле вот поэтому в смятку лучше чем в крутую а яичница глазуня лучше чем например омлет но мы не забываем слушайте но не забываем о сальмонеллезе поэтому если яйца не проверены лучше их крутую сварить лучше сделать хорошую термическую обработку потому что когда я была на практике в отделении инфекционных больниц инфекционных болезней целая семья лежала в этом отделении со страшнейшим сальмонеллезом очень тяжелая форма сальмонеллеза всего-то навсего хозяйка приготовила толчонку картошку и туда два сырых яйца вбила все вся семья полегла поэтому тут такое дело лучше термически обрабатывать конечно как принимать жидкость и бронеспи по одной чайной ложечки три раза в день его используют болят и выступают вену под коленками это варикозное расширение вен вот болеть не должны это значит прям флебит флебит честно говоря я при флебитах боюсь тромбофлебитов поэтому лена вы просто провентилируйте ситуацию сосудистому хирургу покажите чтобы он сказал это тромбофлебит не тромбофлебит да вот и назначил лечение вот но как мы работаем как мы работаем есть конспект здоровья при варикозном расширении вен не помню его номера мы и ножной конец кровати приподнимаем и суточную норму белка даем и даем адекватную мышечную нагрузку на икроножные мышцы потому что икроножные мышцы это венозное сердце это венозное сердце при каждом сокращении икроножные мышцы выдавливают венозную кровь все выше выше ближе к сердцу если не ходить то будет просто все прогрессировать пока хирург скажет давайте удалим а вы тогда хирургу спросите скажите мы удалим поверхностные вены а глубокие вены голени точно вступится они точно смогут нормально отводить венозную кровь хирург сделает вот так вот примерно ну не знаю вот да поэтому всегда нужно работать пока вена есть с ней нужно работать можно ли дикий ямс при большой миоме большую миому которая больше 12 недель беременности которая кровоточит которая болит которая нарушает функцию мочевого пузыря с подстаскиваю вниз до подписываний или толстой тонкой толстой кишки стаскиваю вниз до запоров надо оперировать понимаете злата миленькая вот не имеет смысл ходить 12 недельной миомой миома которая дает вам анемию то что кровотечение не имеет смысл рушить свое здоровье борясь за матку которая вообще не функциональная и вот что такое большая миома большая миома это 12 недель больше вот можно конечно пить дикий ямс но смысл она уже такая большая если вы так описываете прям большая миома что вряд ли нам получится и что-нибудь с ней сделать даже рассасывающая терапия для налог на не сдвинет камни желчи на пузыре но я не я очень длительный промежуток времени пользуюсь локла не сдвигает не сдвигает но мы больше чайной ложечки не идем а единственное что при камушках репейник мы не используем но знаете что в принципе вот у меня одна девочка с желчекаменной болезнью молоденькая девочка с желчекаменной болезнью просто пошла на лимфоочищение без без репейника на лицетине мы шли вот и мы так поняли что даже физическая нагрузка вот она сдвинула эти камушки но там все закончилось хорошо она просто полежала на вот отошла но были боли в правом подреберье вот пришли камушки в движение все может привести камни в движение но на локла они замечены и на лицетине такого не замечено ингаляция с пульмикорд при ковиде ваше мнение по моему скромному мнению ингаляция с ребром лучше вот не знаю потому что бывает разной ситуации ковид это вещь непредсказуемое но вы стоите у постели больного вы принимаете решение или вы сам больной вы принимаете решение да вот очень непредсказуемая вещь практически не изучено непредсказуемо все зависит от степени тяжести мой к вид у меня было серебро у меня была подарка у меня и меня спасли ингаляции вот такие ингаляции шалашиком с тайфун у меня было легкое течение через 7 дней я уже опять бегала здравствуйте елена правильно ли врач назначил вот еще вы решили что я буду давать экспертную оценку по врачу ну что вы нет конечно не буду си афор 2000 сахар 6 инсулино-резистентность 7 это что-то вопрос спасибо смотрите ирина си афор еще никого в жизни никогда не вылечил из инсулино-резистентности не вывел да поэтому ваша личная ответственность разобраться с питанием пусть будет си афор 2000 пусть но ваш сахар вы должны с помощью питания и физической нагрузки добиться чтобы он у вас был 5 и 5 утром 5 и 5 после каждого приема пищи 5 и 5 как мы это делаем как мы это делаем да мы разными способами это делаем системе старости нет третья ступень по работе с углеводным обменом я учу пользоваться домашним глюкометром если вы еще не дошли до третьей ступени спокойно скоро дойдете бактерии которые не умирают при готовке яйца мясо рыба но яйца мясо рыба а по идее стерильные внутри то внутри да но просто бывает заражение да бывают заражение наши ткани они что же стерильные внутри мяса вот наши мышцы до рыбы тоже должна быть стерильной но если неправильно разделывали ту же самую рыбу этих гельминты могли инфицировать мясо например вот или бактерии могли инфицировать мясо тоже вопрос хранения разделки и так далее сколько можно пить дикий ям с менопаузе по 1 и 2 раза по 2 2 раза можете пить так долго пока хотите оставаться девушкой женщиной как решили стать бабушкой уже не нужно давать телу дополнительный прогестерон не нужно стимулировать клетки которые мышечные ткани не нужно стимулировать адонтобласты чтобы не оголяли шейки зубов не нужно стимулировать остеобласты пусть развивается остеопороз и потихонечку станете бабушкой болят позвоночник весь и спина да знаю это тяжело это значит что вам собой нужно заниматься вам систему старости нет по крайней мере и вижу чтобы новичок по форме вашего вопроса а систем попадите в как это называется это называется шоу с еленой бахтиной друзья шоу с еленой бахтиной под видео в ю тубе первая активная ссылочка просто попадите в обучающую среду это будет чат это будет год который будет вас учить новым новым нюансиком как сохранять молодость как развивать красоту в любом возрасте и мы вас подготовим интеллектуально эмоционально к 29 августа 29 августа у нас состоится шоу на виртуальном стадионе мы прям будем как с вами на виртуальном стадионе вы будете чувствовать всех 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 боже как нас много и мы занимаемся с вами здоровьем мы занимаемся с вами снижением биологического возраста как только присоединитесь шоу елены бахтиной по этой ссылочке ссылочка в шапке профиля сразу получите подарок сразу получите подарок вот вот с этого начните пожалуйста потому что судя по вопросу новичок то лена что подскажете по диагнозу синихи синихи заранее благодарю наверное на вульве да это вопрос к хирургам они разделяют синехи скорее правильное название синехи там адгезивный слип слипчивый процесс обычно это между половыми губками у девочек да вот ну и хирурги с этим занимаются как остановить биохимически это скорее всего речь о маленькой девочки просто ее кормить набор детский набор витазаврики бифидазаврики хлорофильчик и так далее не успеваю все читать друзья при приливах дикий ямс показан да 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 при приливах обязательно дикий ямс по 1 2 раза или по 2 2 раза оксана возможно этого будет достаточно чтобы остановить приливы если этого будет недостаточно добавьте восьмерочку восьмерка я сейчас говорю о продуктах которые вы не спи продаются под данным видео есть как зарегистрироваться и регистрируйтесь попадайте в интернет-магазин и в чат поддержки где я отвечаю восьмерка это 8 седативных трав каждый из которых помогают убирать приливы месячные два раза так я не успеваю читать лена под утро чуть не имеют руки переболела недавно к вид что добавить может надо из нсп пью сейчас супер комплекс молодец омега и левгард отлично водичку с хлорофиллом еще не пьете я думаю что у вас не имеют руки потому что у вас грудной или шейный остеохондроз поэтому смотрите конспект номер 12 и присоединяйтесь в систему старости нет на нулевой ступени мы вас расходим мы всех расскажем расскажем и вас расходим и этого уже будет достаточно вот но если вы думаете что это постковидное состояние тогда тогда на смотрите постковидное состояние оно опасно тем что элитроцитики слипаются и образуются микротромбики такие и это забивает капилляры и все и какое-то количество капилляров просто начинает быть не функционирующими вот для этого чтобы этого не произошло нам нужно разделить элитроциты и профилактировать вот этот двс синдром фактически это конспект здоровья номер 40 номер 40 просто закажите в директ но вы можете посмотреть под этим видео а прионы вирус еще называем медленные инфекции есть такие они не убиваются при сверхвысоких сверхнизких температурах корове бешенство старения от них лена что предлагаете что предлагаете жизнь есть болезнь передающиеся половым путем со стопроцентной летальностью мы все умрем да мы все умрем точно ваше отношение к прививкам от к вид я считаю что нарушение прав человека так пью боюсь много трав если боитесь что много трав не пейте все или научитесь составлять себе рабочие программы или я вас научу составлять себе рабочие программы приходите в систему старости нет мы с этим разберемся я не боюсь много трав я боюсь много углеводов боюсь мало денег боюсь мало путешествий боюсь много ограничений что угодно может быть я боюсь но только немного трав так мы с какого возраста можно начинать пить дикий ямс хочу подсказать дочери ой но смотрите если нет никаких вопросов и проблем то смысл его пить его нужно пить тогда когда есть какие-то признаки гормональной недостаточности где-то с 35 лет количество прогестерона снижается но если она этого не чувствует то ничего не трогайте пусть живет спокойно просто кормите ее как любого ребеночка вашу дочку надо кормить чтобы по витаминам был достаток по минералам был достаток и так далее скажите поис пожалуйста локла можно принимать тему кого удаленный желчный пузырь нужно нужно потому что локла это метелочка в тонком кишечнике все ворсинки прочешет уложит как положено в толстом кишечнике накормит нормальную микрофлору лев снижение клёхолестерина и сделает подарит вам минералы потому что это растительное сырье как правильно принимать глюкозамин хондроитин при коксартрозе вместе или по очереди в какой лечебной дозировке все зависит от степени коксартроза если третье четвертое то мама дорогая надо кормить быстрее чем она разрушается тогда берем глюкозамин по 1-3 раза хондроитин по 1-3 раза мсм по 1-3 раза метил сульфанилметан и кальций магний хилат по 1-3 раза и даже не спрашивайте как долго использовать пока боль пройдет прошла потом три месяца подождали как прошла боль показались доктор что мне там с высотой хряща хуже лучше также если высота хряща не растет продолжаем пить потому что наше достояние при коксартрозах восстановление высоты хрящевой прослойки иначе будет болеть болеть и логические причины приобретенных аллергии не пищевых а я сегодня говорила синдром дырявой кишки можете посмотреть на этом youtube канале синдром дырявой кишки рассеянный склероз двигать иммунитет страшно поэтому трава поясна нос но я не понимаю просто каких вы именно травах но при рассеянном склерозе мы что мы работаем против дебили низации до нервных волокон пока иммунная система по каким-то причинам демилинизирует убивает разрушает миелиновые оболочки крупных нервных стволов мы их быстренько милизер бимили низируем назад то есть мы используем омега-3 большой дозировки лицетин большой дозировки каензин q10 мы используем витамин d мы используем для все полезные жиры мы используем вот и конспект номер 24 раза в год да он на большом количестве трав создан против аутоиммунного процесса против аутоиммунного процесса рот там который родом из желудочно-кишечного тракта где ссылка на шоу хороший вопрос хороший вопрос друзья шоу с еленой бахтиной называется показываю экранчик смотрите наше сегодняшнее общение вот она идем вниз чуть-чуть вниз можете нажать еще шоу елена бахтиной вот он нажимаю на ссылочку открывается вот такая картинка шоу елена бахтиной правильное питание про правильное питание вот и туда вот нажмите на telegram или на вайбер лучше telegram работает и открыть приложение сразу попадете так что у нас тут еще интересное революционная система старости нет на которые я постоянно ссылаюсь можете ничего не ждать уже сразу начинать 12 ступени 12 ступени каждая ступень против старения против изнашивания против болезни со своей стороны так что у нас еще конспекты здоровья вот ссылочка на конспекты здоровья а точнее на дисконт на все продукты и на спе и конспекты здоровья 41 конспект здоровья вашему внимания и книжечка старости нет выбираете друзья все уже создано просто и проверено большое количество людей которые уже в системе ставьте нет вот все работает просто ваша ваша очередь двигаться я на слушаю вас два месяца применял поменяла питание за один месяц минус два с половиной килограмма минус 5 сантиметров талии боже ирочка вы умница вы очень талантливая я вами горжусь просто продолжайте не останавливайтесь дойдите до оптимальный вес основного соотношения застряните как мушка в янтаре пусть вам всегда быть девушка девушка 57 лет делать девушки или не я я вами горжусь при перегибе желчного чего завтра близко можно ли пить омега-3 на постоянной основе можно вот так написали славь синдром наверное да да можно при перегибе желчного конечно омега-3 всем нужно пить потому что это незаменимая жирная кислота друзья если вы сегодня 100 грамм рыбки морской не съели вы сегодня не получили должного количества омега-3 она предпрепятствует воспалительному процессу аллергии аутоиммунные заболевания доброкачественной злокачественной опухоли она запрещает славь синдрому быть вот тот самый когда эитроциты тромбоциты слипается и расслабляет краеносные капилляры обеспечивая лучший поток крови рядышком с клеточками до чтобы клеточка успела взять свое это все омега-3 вот и нужно каждый день давать у ребенка предстоит операция не открывается головка операция несложная но все равно хочется помочь организму детскому справиться лучше это очень несложная операция да дайте просто просто вы не написали сколько ребеночку лет мы детей просто кормим это очень хорошая привычка родительская мы даем витозаврики бибидозаврики водичку с хлорофиллом коллоидные минералы все это в наборе мой здоровый ребенок вот так вот и все так трофимост да вы хотели сказать если я в чате записывается на шоу не надо но посмотрите вы справедливо заметили что у нас много различных чатов потому что мы разделяем сейчас потоки вы я новенький я уже в системе старости нет кто в системе старости нет в принципе вам дополнительно я вам все выдаю девочки кто в системе старости нет я вообще не экономлю все что я знаю стараюсь вам выдать все и я уже думаю я уже почти на год старше чем система старости нет то есть я начинаю ее записывать в январе этого года я боже что-то там в нулевой ступени поменяла то есть это постоянно меняющийся такой проект который мы будем дополнять вот сейчас как с азаматом договоримся вот какая проблема в системе старости нет мы много говорим о питании а есть девочки худюшечки которым нужно заниматься чем на речь наращиванием мышечной массы значит что нам нужно побольше тренировок да вот соответственно вот мы сейчас думаем как закрыть вот эту проблему да как сделать побольше тренировок туда не все попадут в эти то будет тренировочные группы а по той простой причине что многие из людей которые заходят систему старости нет вдрызг до 3 до тренированы они не могут пробежать тест купера вообще никак вот но те кто могут те кто уже на определенной стадии тренированности могут уже думаем как улучшить систему для них поэтому тут такое дело если вы новенький если вы присматриваетесь присматриваетесь сразу в обучающей программе сразу в шапке профиля или под этим видео шоу с бахтиной бухнетесь шоу с бахтиной и вы уже в обучающей программе будете понимать как это происходит то есть это знаете подготовишечки такие вы у нас будете что такое работа с куратором как себя правила работы в телеграм-канале как увидеть что лично вам ответили вот это вот все чтобы вы спокойно себя чувствовали может быть когда-нибудь уже и в системе старости нет отрепетируйте сделайте первый результат это бесплатно это пожалуйста вы можете это сделать да спасибо за знание которые надеюсь спасибо мариночка здрасте я а речная форель и вся речная рыба даже жирная не содержит омега-3 но омега-3 содержит продукты которые ну вот рыбы холодных морей глубоководные рыбы вот это да да можете посмотреть содержание омега-3 продукты питания и там вот допустим сельдь отлично скумбрия отлично а вот такие вот рыбки вы мой мотиватор спасибо за ваш труд после трансляции я тоже пойду на пробежку нет проведу еще консультацию приду на пробежку отлично так хорошо цитросептин ой ну я не знаю я никак не отношусь цитросептину потому что я его не использую так мне 56 каждое утро огромные мешки верхние века что пить но вы думаете что есть что-то такое какой-то волшебная таблеточка клавдия 56 лет вы берете эту таблеточку закладываете в рот забиваете водой и все и никаких мешков вот так думаете клавдия если вы так думаете значит у вас такое простое представление о функционировании человеческого тела и вам нужно попасть на шоу с бахтиной да мы думали шоу с бахтиной сделать может быть по отекам потому что самая такая проблемная зона до отеки да а потом мы решили мы не будем упрощаться мы пойдем прям глубоко мы пойдем в привычки молодого человека вы попадете в шоу за шоу с бахтиной и пройдете 5 привычек молодого человека клавдия и там уже будет ответ на ваш вопрос так почему при аллергии на прививки врач не разрешает яйца и птицу сказала что один и тот же белок везде при аллергии на прививки врач не разрешает яйца и птицу так может быть он должен не разрешить прививки извините меня что-то не складывается не складывается в моей картине мира так если вы в чате старости нет то нашел не нужно да объясните почему утром появляется налет на языке белый серый запах изо рта чем спасаться это желудочно-кишечный тракт вот а ротовая полость смысле язык это зеркало желудочно-кишечного тракта вот как он выглядит так сли так слизистой оболочки всего желудочно-кишечного тракта выглядят поэтому анастасия нужно реально поработать над собой ну вот и мы в системе старости нет с этим работаем это пятая ступень детоксикация шестая ступень биологическое очищение организма но скорее всего вы создаете своей пищей благоприятные условия для роста неправильной микрофлоры сначала мы отстроим пищу а потом будем уже на сменится биоциноз ваш желудочно-кишечного тракта и поменяется вот это состояние это правда что прививки которые колют животным и гормоны остаются в мясе и в костях и передаются человеку но какое-то количество гормонов передается безусловно да какое-то количество гормонов передается и когда-то даже смотрела статистику пыталась понять сколько микрограмм например женских половых гормонов передается женщине вот не помню что же я за вопрос тогда изучала это очень интересный вопрос просто уже забыла просто уже забыла я пыталась подсчитать сколько мне нужно килограмм мяса в котором содержится женские половые гормоны съесть чтобы получить дозу ну вот как в гормональном контрацептиве чтобы например остановить у себя овуляцию ну вот это вот я это смотрела да безусловно какое-то количество гормонов попадает безусловно так что может увеличить маленькую грудь в кроме пластики пластика да вы можете также поправиться но вам возможно не понравится потому что когда женщина поправляется у нее конечно шикарнее грудь становится но при этом и живут валентина я не по теме можно ли бадами нсп помочь максимально облегчить жизнь ребенку синдромом туретто все анализы обследования пройденные врачи единоглазно пришли мнение что похоже на я не знаю мне это редкий синдром мне нужно посмотреть ну его что это такое вален не знаю вот но в любом случае смотрите деток мы всегда кормим мы всегда кормим на твердую пятерку здорового ребенка мы корнем на твердую пятерку чтобы он оставался здоровым больного тоже корень на твердую пятерку пища нужна всем и больным и здоровым вот но просто мне механизм синдрома нужно посмотреть может быть будут какие-то дополнения а так набор здоровья ваших детей наука пока ничего предложить не может а вегетарианство вредно предлагаю только есть качественные продукты не импортные и не мороженое мясо больше пока предложить нечего согласно но почему вегетарианство вредно давайте так я работаю со всеми стилями питания почему вегетарианство вредно если она на суточной норме белка вот скажите ради осьминога почему вегетарианство вредно если человек которые на вегетарианстве все-таки имеют достойный уровень и гемоглобина и ферритина ну то есть есть организмы в которых невозможно вегетарианство вот я я читала лекции в киеве для большой такой аудитории это веганы и вегетарианцы и сыроеды и мы как раз говорили об осложнениях вегетарианство и мы говорили о том что если ты второй раз скатываешься с вегетарианство на обычное питание потому что ты в анемии это просто не твой стиль питания и все ты можешь близко к этому стилю питания питаться но все-таки тебе его нужно перестраивать чтобы не влетать в анемии и так далее то есть ну на мой взгляд есть четыре пункта которые я проговариваю вегетарианцам чтобы они обращали на это внимание дефицит по витамину b12 только из животного источника животного происхождения анемии вот недостаток органической серы соответственно некачественное построение коллагена ну вот и что-то еще что еще ну сейчас не вспомню четыре каких-то момента данной сложности с организации суточной нормой белка так хорошо друзья ну мы прямо хорошо с вами работаем как я отношусь к приему коллагена в порошке я сама его использую но у меня он как перекус то есть смотрите как у меня складывается день у меня двукратное питание это завтрака обед такой получается или нет завтрак до поздний и обеда ужин но я перед я когда просыпаюсь я выпиваю этот коллаген и я бегу на пробежку так чтобы не обездоливать свои мышечные ткани да я низ не могу физически завтракать утром по что меня совершенно нет аппетита но этот коллаген я выпиваю а потому что сейчас в европе живу там есть качественный производственный спи коллаген который измельчен буквально до аминокислот и олигопептида если вы живете на территории постсоветского пространства миленькие мои не обязательно же пить коллаген у нас с вами есть смарт мил есть внутри бёрн просто коллаген это модно люди наивно предполагают что если на банке написано коллаген и она выпьет этот коллаген этот коллаген станет коллагеном моим нет нет друзья его все равно разберут до мелкие запчасти подадут в кровоток организм разберется гемоглобин на него сделать миоглобин из него сделать транспортные белки из него делать или может бы действительно остатки с барского стола пойдут на производство коллагена понимаете поэтому любой белковый коктейль которому вы доверяете вопрос куда смотреть с чего начать гемоглобин обычно ок около 100 низковатый уровень энергии 40 лет 170 сантиметров 57 килограмм но что ну в принципе немножечко недовесное чуть-чуть да но нормально принципе хорошо конечно вот надо найти почему гемоглобин низкий это прям низкий гемоглобин либо мало кушаете продуктов которые содержат железо либо имеете какое-то хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта и плохо всасываете это железо посмотрите еще уровень ну в принципе ферритин даже не надо смотреть вот надо работать с гемоглобином бывает что то такое вы теряете кровь например кровавые месячные очень обильные или не дай бог какое-то заболевание желудочно-кишечного тракта там скоровоточащие язвы вот такой вот еще бывает надо знать причин но с таким гемоглобином низким мы не ходим конспект здоровья номер 20 ищите причину одновременно восстанавливайте гемоглобин то что каждый день на таком гемоглобин это каждый день кислородного голодания ваших клеточек елена как переваривать пищу при атрофическом гастрите конспект здоровья номер восемь или система старости нет первая первая ступень мы это будем разбирать с какого возраста можно пользоваться коллагеном мы делим и детям не даем никаких сыпучих продуктов никаких коллагенов единственное исключение если человек настолько ребенок мало ешка что просто невозможно уже хочется специализированным продуктом накормить лишь бы хоть что-то попало в его организм и тогда мы не коллаген берем анастасия коллаген это очень бедное предложение для ребенка богатое предложение для ребенка если вы зарегистрированы в нсп найдите ссылку для регистрации и зарегистрируйтесь богатое предложение это смарт мил умная еда три вида растительного белка все витамины все минералы и омега-3 животного происхождения вот это вот умная это богатое предложение для ребенка что если на вас мало ешка настолько чтобы отчаялись его накормить яйцами рыбой там курочка отчаялись не ест он это то хотя бы так а так каждая мамочка друзьям и услышите меня ваша святая обязанность как мамочек и папочек друзья у вас же есть обязанности как мама и папа так вот одна из обязанностей расширение пищевых интересов вашего ребенка ваш ребенок должен уметь есть и любить абсолютно все продукты знать что такое гречка что такое ну то что такое рис в общем все 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 любить яйца и птицу и творог и всего абсолютно плохому он без вас научиться кока-колу ему в школе дадут или там картошку фри вы не по этим делам вы должны приучить его к качественным продуктам и чтобы он уважал и любил вкус качественных продуктов просто есть такие дети которые сидят на сардельках и на гречке это кто виноват это мама виновата это мама виновата она ни к чему другому человека не приучила и у этого человека потом будет проблемы по жизни в том числе глубокие витамины и минеральный дефицит лена как переварить пищу а я уже говорила можно пить витамин c и супер комплекс вместе с утра можно вы передозировку по витамину c не получите если получите то вы и выписите его все последние вопросики смотрю что в основном поотвечала натрия теосульфат что думаете о таких чистках но я сама не была на натрии теосульфате но вещь неплохая просто как бы она же синтетика да она неплохая как вы относитесь к употреблению яблочного уксуса никак я его не употребляю вы просто скажите ради какой цели вы хотите его употреблять этот яблочный уксус с целью чего какая цель где может быть воспаление если витамин b12 220 и живо отвечала наташа на эту на этот вопрос витамин b12 бывает очень высоким я не знаю что с этим делать я уже вам признавалась и я все не знаю я не знаю что делать с высоким витамином b12 но я его иногда вижу у здоровых людей и он не проявляет себя как что-то такое прям симптом болезни вы на десятой ступени вроде бы все правильно дело прям не знаю где копать я тоже не знаю где копать вот возможно это нарушение ну цикла обмена витамина группы b в талантного цикла но прям вот чтоб кто-то эффективно снижал уровень витамина b12 каким-то способом до нормы я и такого еще не видел как вылечиться от хронического танзелита есть у меня конспект здоровья называется аденоиды вот вам как ни странно идти по этому конспекту здоровья он для деток написан но вам тоже хорошо запустить лимфоотток но вот и постоянно что-нибудь антисептическое держать во рту или масло чайного дерева там расписано или постилки с цинком или чистый хлорофилл держать во рту папа под подапливая миндалями в общем это на 6 месяцев работы как это гепатит а по анализам сомнительные уже много лет как-то он был уже давно разрешился этот гепатит а может быть b или d или c так так здрасте лена сейчас нужно ли мне принимать кальций хилат мне 27 лет ну смотрите каждый из нас должен заботиться о том чтобы получать суточную норму по основных основным минералам и вот один из основных минералов макроэлементов это кальций нужен 1 грамм в сутки 1 грамм поэтому кальций магний хилат по 2 раза как раз 1 грамм вы не весь грамм усвоите всего 600 миллиграмм усвоите но это очень хорошо что-то возьмете еще из обычных продуктов питания яблочный уксус для лучшего переваривания ну если с точки зрения подкисления слизистой оболочки желудка но содержимого желудка ну ладно но до уксус используется в салатах вот этой точки зрения то есть например болгария средиземноморье готовят салат поливает его бальзамическим уксусом и оливковым маслом салат из помидорчиков огурчиков болгарского перца все это съедает во-первых это борьба с инфекцией потенциальной а во-вторых улучшение пищеварения в таком случае да ваше мнение о сыворочном хилат нам белке как это хилат белок хилат это смотрите я беру железо и помещая его рядом с аминокислотами или органической другой молекулой вот это вот хилатная форма минерала понимаете это хилатная форма минерала как это хилатный белок это хороший вариант пополнить недобор белка до сывороточный белок это самый быстро усваиваемый белок лучше чем соевый белок усваивается лучше чем яичный конечно сывородочно это очень хорошо почему американская организация здравоохранения ограничит яйца и рыбу 2-3 недели не больше а почему всемирная организация здравоохранения до сих пор ограничивает полезные жиры я тоже хочу задать задать такой вопрос до сих пор ограничивает полезные жиры мы продолжаем умирать от инсультов инфарктов высоченный уровень холестерина в крови и до сих пор несмотря на то что 30-летнее обезжиривание пищи не дало никакого эффекта до сих пор продолжает и обезжиривать яйца жирный продукт рыба жирный продукт вот они обезжиривают так ну что буду завершать до агреба им можно только одну в сутки можно но лучше 2 здравствуйте могут ли узлы щитовидки 7 и 9 миллиметров давать отек могут отек чебу кстати говоря местный отек могут давать да безусловно вот доктор джарвис говорит что домашний яблочный уксус ощелачивает смотрите а лимон кислый а он тоже ощелачивает да в лимон кислый он тоже ощелачивает так вот мне лимон больше нравится я очень часто водичку просто лимон капаю если вам нравится яблочный уксус капайте яблочный уксус отек в горле да да конечно нарушение лимфооттока если узлы да лицо желтая гепатита нет подскажите причины посмотрите щитовидную железу ттг тиротропный гормон тут тоже желтые отеки плотные типа мексидема в нсп есть хлорофилл где купить хлорофилл да напишите мне в директ я вам дам ссылочку как зарегистрироваться в нсп с чем нужно пить витамин c с едой что лучше пить из нсп при узлах щитовидной железе у меня есть конспект здоровья рассасывающая терапия вот это раз и второе надо кормить щитовидную железу а именно келк и супер комплекс по 1 2 раза это все в конспекте здоровья запросите в директ все миленькие мои хорошо поработали прям молодцы давайте последнее усилие я сейчас как раз закончу эфир а вы все 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 шапку профиля загляните когда я закончу и там единственная активная ссылка попасть на шоу с бахтиной 26 числа мы с вами на виртуальном стадионе и это будет шоу это будет шоу тех людей которые понимают старости нет мы просто не догоняем многие механизмы вот и под этим видео точно та же самая ссылочка приходите потому что это очень важно вы в ответе за себя только вы не ваш доктор не ваша семья не ваши дети но кто в каком качестве вы сейчас живете свою жизнь как на вас смотрят окружающие что они с вас считывают как дети относятся к тому что вы взрослеете они видят о старость это ужасно не хочу быть похоже на маму или они больше когда мне будет 60 я буду такая же красавица как моя мама ходить в спортивный зал восхищать глаза мужчин и так далее понимаете вот мы сейчас это все закладывать вот поэтому это очень важно миленькие для себя для своих детей я не знаю для себя не можете так для своих детей но делать уже что-нибудь сказала кому сказала все до новых встреч пока